Накануне возможных переговоров с американским президентом Джозефом Байденом, Путин выдвинул совершенно четкое условие, которое должно уменьшить напряженность во взаимоотношениях между Россией и цивилизованным миром. Ничего нового в этом условии нет. Если Запад не хочет новой большой войны, он должен сдать Украину и Грузию заодно. Именно так можно перевести с дипломатического языка требование письменно оформить гарантии нерасширения НАТО на восток. Искать логику в этих требованиях Путина не стоит. Почему одни государства должны решать за другие? Каким союзом им присоединяться? НАТО же не требовало от Белоруссии или Казахстана не вступать в ОДКБ, хотя их отказ значительно облегчил бы жизнь в первую очередь народам самих этих стран. Почему вступление в НАТО, допустим, Латвии не оказалось катастрофой для национальной безопасности России, а вступление Украины окажется? Хотя ракета, запущенная из Риги, долетает до Москвы быстрее, чем ракета, запущенная из Харькова. Как должен выглядеть договор, в котором одни государства обещают другим не принимать в собственный оборонительный союз третьи страны? Почему вообще нужно советоваться с Россией по поводу не ее собственного членства в НАТО, а приглашения в альянс третьих стран? Неужели сам Путин не понимает, что такое требование свидетельство самого обычного политического безумия, не имеющего ничего общего с реальностью? Все он прекрасно понимает. Но он понимает и другое. Если Украина будет и дальше сотрудничать с Западом, если она будет проводить реформы, если ей будут поставлять новейшее вооружение, если она будет принята в НАТО, то труднее ее будет уничтожить. А ее нужно уничтожить, потому что Украина это Россия. Опять отсутствие логики, опять политическое безумие. Но это Путин и есть. И поскольку нет никаких логических аргументов для того, чтобы запретить украинскому народу выбирать свой собственный путь, для того, чтобы заставить Запад согласиться с правом России диктовать другим государствам их внешнюю и внутреннюю политику, он пугает войной. Пугает войной это означает, готов убивать не только украинцев или грузин, готов убивать россиян. Но ради того, чтобы уничтожить то, что он считает Россией, и россиян не жалко. Мы раньше часто сравнивали оккупированный Крым с судетами, захваченными Гитлером после Мюнхена. Но на самом деле Крым это только небольшая часть путинских судет. Его судеты это вся Украина. И если ему ее не отдадут, он готов утопить ее в крови. И не только ее. Что будет, если пожертвовать Украиной, мы уже хорошо знаем по результатам договоренностей с Гитлером. В 1938 году Чимберлену и Деладье казалось, что они предотвратили новую большую войну в Европе. Однако в 1939 году уже полыхало повсюду. Если Украина не устоит перед беспардонным путинским давлением, если Запад откажется от ее поддержки и защиты собственных ценностей, точно так же будет и на этот раз. Тамара, извините, пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски. Может, вы сохраните эту трагедию? Нет, это не проблема. Ну, просто здесь все... Привет и слава Украине. Вчера в Стокгольме прошел Совет министров иностранных дел страну БСЕ. Площадок много, но в данном случае важно, что туда приехали представители министерства иностранных дел стран Запада, ну и, естественно, России. И очень много было сказано по российскому вторжению в Украину. Наверное, центральным мероприятием была эта встреча Лаврова и Блинкина, это госсекретарь Соединенных Штатов. А вообще российский министр там был в составе большой делегации и его сопровождала лично Мария Владимировна Захарова. Так вот, складывается впечатление, что все российские хотелки, хотелки Путина, они были отброшены. И настолько россияне расстроились, что Сергей Лавров начал выдавать такие вещи, которые раньше он маскировал за всякие там дипломатические словеса. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Соболюк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Видится ли вам корабли в Черном море и стягивание техники на границе с Донбассом звеньями одной цепи? И к чему все это может привести? Насколько опасная вам кажется эта ситуация? Цепь одна, сдерживание России, она продекларирована и она воплощается в практических делах, в том числе и в тех делах, которым посвящены ваши вопросы. Сергей Викторович очень много жаловался на НАТО, которое не хочет с ними договариваться по военным аспектам. Но что мы слышим? Черное море, корабли НАТО в Черном море, это для того, чтобы сдерживать Россию. А Черное море, это не внутреннее море Российской Федерации, но и украинские войска. На украинской территории, как тут был задан вопрос. На Донбассе, это тоже стягивается все для того, чтобы сдерживать Россию. Охрененно, да? Они тут нам рассказывают, что у нас внутренний конфликт, а на Донбассе НАТО сдерживает Россию. Но если бы России на Донбассе не была, то ее нельзя было бы там и сдерживать. Логично? Пожалуйста, вопросы ваши. Известия. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот в последнее время приезжала к нам и Нуланд, и Уильям Бернс, и все они говорили о том, что переговоры были достаточно конструктивными. Но постулируется одно, и тут же мы слышим совершенно другую риторику. Что это, двойная игра и к чему, как вы полагаете, ведет Вашингтон? Да, за кадром мы слышим голос Марии Захаровой. Она здесь повелевает кнопками и включает журналистов в зависимости по своему желанию. Ну, они, в общем-то, и не только перед поездками, но и после поездок, вот комментируя состоявшиеся контакты или предстоявшие контакты в тот момент, в том духе, о котором вы упоминаете, подчеркиваю конструктивный характер разговора, тем не менее, все равно все сводили к тому, что Россия должна, 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 и Россия должна выполнять минские договоренности. Американское руководство, будь то заместители госсекретаря или главы ЦРУ, на вот эти российские бредни про внутренний конфликт не ведутся. И не только они не ведутся. И Сергей Викторович очень-очень недоволен нашими американскими партнерами. Сегодня во время дискуссии Тони Блинкин, госсекретарь США, стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей, включая соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, включая прекращение экономического какого-то вмешательства на Донбассе. Ну, я, конечно, ему все разъяснил. Ну, судя по тому, как выглядит сейчас Сергей Викторович Лавров, я не знаю, может быть, он устал от долгого перелета, или ему не очень нравилось, как его американцы возили по столу лицом. Потому что, кстати, вот эти переговоры в Стокгольме Мария Владимировна иллюстрировала вот этой фотографией. Лавров и Песец. Так вот они вдвоем ждут партнеров. И намек, естественно, представителя МИД России был о том, что Песец наступит западным странам. Но вполне возможно, что все немножечко не так. Вот Лавров говорит, я все разъяснил. Однако, что ты можешь, что вы можете разъяснить в вопросах безопасности? Вывод тяжелых вооружений с оккупированной части Донбасса, прекращение огня. Они тут дуру валяют, ну, или дурака, или того и другого, или ту и другую. В общем, занимаются своим любимым делом. Врут, как обычно. Но факт остается фактом, что сам Владимир Путин фактически прямым текстом на пресс-конференции два года назад, отвечая на мой вопрос, сказал, что да, ну, поставляем мы туда оружие и боеприпасы, и что вы нам сделаете? Может быть, и ничего не сделаем прямо сейчас. Но врать-то тогда не надо. Это было всегда. Это традиция. Редактор субтитров А.Семкин